Сейчас я вам расскажу отзыв об экскурсии 4 в 1 Джейнс Бонда. Какие у меня были впечатления? Первое. Организовано, да, всё нормально. Всё вовремя, все приезжают, забирают, организовываются, отправляются по расписанию. То есть с этим проблем вообще нет. Как я понял, что все экскурсии от разных турагентов собираются на одну лодку. Одна лодка SpeedBot 50 человек. Единственное, что места было мало, и я сел впереди слева. Ну да, я сидел, но это места, как я понял, для, не знаю, экскурсоводов, что ли, для гидов были. Гиды стояли всегда сбоку. Ну, хорошо, все сидели, я тоже сидел. Скажу только одно, что сидеть спереди на SpeedBot, когда море волнуется, очень тяжело. Но с лодкой постоянно прыгает, поэтому очень тяжело сидеть. Дальше. Завтраки есть, покормили, туда там ещё что-то сделали. Какую-то инструкцию рассказали, много всего. Что мне не понравилось. На нетах островах мы были очень мало времени. Соответственно, там примерно один час или там 40 минут. То есть нужно выйти, обзорное видео сделал, искупаться там 20 минут. И всё, надо уже обратно загружаться на SpeedBot и дальше ехать. Море было спокойное потом. Нормально переезжали. Солнышко не такое, ну, не такое яркое светило. На Майя Бэй пляже, где снимался фильм «Пляж». Ну, это были уже такие природные условия, которые на эту экскурсию повлияли. Солнца было мало. Из-за того, что до этого море волновалось, там рыб не было практически вообще никаких. На камеру всё вроде как проглядывалось до дна, но рыб практически не было. Ну, не получил я таких эмоций. Ожидания были такие, что там много будет рыб. Их поснимать, посмотреть, порадоваться. Но этого не произошло. Я, конечно, расстроился. Ну, на экскурсии это вообще никак не влияет. Но это при таких впечатлений. Многие говорили, что там постоянно была плохая погода, там дождик лил. Это у других. Нам с погодой повезло. По островам, в принципе, мы нормально везде всё посмотрели. Ну, времени маловато. Вот честно скажу, вот чуть-чуть побольше не хватает. Не хватает вот, чтобы расслабиться на острове, там отдыхать. Расслабились мы только на одном острове. Это остров Пипидон. Когда мы приехали туда, заселились в четырёхзвёздочный отель. Вечером нас покормили в семь часов. Мы поели. Кстати, ели тоже по времени каком-то. То есть нам давали питание, там, примерно 35 минут. И всё. То есть приходишь, в течение 35 минут ешь, и уже потом дальше идёшь. То есть здесь мешка совсем не приходилось, потому что другие экскурсии приезжали. Они из этого шведского стола тоже ели. Все успевали. Я наедался. Не всегда обеды были содержанием большого количества мяса в деревне цыган. Мясо было просто вот-вот-вот так вот. Просто наелся, наверное, за все дни. А до этого там мяса было чуть-чуть. Но было там разные всякие салатики. Там у них овощные рагу. Там, не знаю, там деликатесики. Мы наедались. Это особо есть не хотелось, потому что жарко. Я только недавно прилетел, ещё акклиматизация. Я больше пить воды хотел. Вода, кстати, на лодках была. Можно было пить сколько хочешь. Была вода, была кола, был спрайт. Всё, что душе угодно. Маски давали бесплатно. Единственное, что мне не понравилось, это то, что они предложили чехлы для телефонов. И эти чехлы вы можете спокойно купить на рынке, на любом. Либо где-нибудь, например, на Пукете, на пляже Потомки. Они стоят примерно 50-100 бат. А здесь на Персии их продавали за 300 бат. За 300 бат вы арендуете ласты, которые, в принципе, не нужны на этой экскурсии. Дальше вы идёте на посадку на лодку. И тут, когда вы идёте на лодку загружаться, то вас здесь ждёт ТАИЦ. ТАИЦ готов продать вам водонепроницаемый чехол за 100 или 50 бат. На самом деле, водонепроницаемый чехол полезный, потому что с ним можно поплавать, можно пофоткать, но рыбок там нет. На этой экскурсии рыбок нет. Даже на другой экскурсии на Симиланах особо рыбок не было. Ссылочки оставлю на подводный мир в описании под этим видео. И это останется на совесть гида. Ну, теперь вернёмся к острову Пипидон. На нём, когда мы приехали, был отлив. Соответственно, в этом месте нельзя было купаться. А для того, чтобы пойти искупаться, нужно было пройти 20 минут. Преодолеть береговую линию, протопать полтора примерно километра. Там есть Лонг Бич. Пляж называется Лонг Бич. На нём искупаться, вернуться. По времени там можно было искупаться примерно полчаса. И полчаса на дорогу. Дальше у нас был выход на смотровую площадку Viewpoint. Поэтому времени купаться не было. Либо вы остаетесь в номере, проводите примерно час-час двадцать в номере. Либо бегом бежите на пляж, купаетесь и дальше идёте уже на смотровую площадку. Всё максимально сжато и всё, в принципе, как успеваешь. Вот заснять я успел всё полностью. Единственное, не успел я в некоторых местах просто расслабиться и посмотреть на замечательные вокруг пейзажи Таиланда. Вечером на Пепидоне была вечеринка, фаер-шоу. Она в восемь часов началась. Но там что делать? Заселились в отель, повели нас на этот фаер-шоу. Все смотрели фаер-шоу. В некоторых местах туда было интересно. Но стулья, ряды, которые стояли на пляже, три-четыре стула с крайних рядов, при приливе они начали затапливаться. И уже примерно полножки стула прям вот так вот уже были затопаны. Люди там сидели, сидели, сидели. И уже потом куда-то пошли, встали и начали смотреть. Но они же об этом знали. Они каждый раз там проводят фаер-шоу. Как-то людям было неприятно, кто сел. Я сел посередине, и мне было всё равно. Ну да, поснимал фаер-шоу. Там можете посмотреть в других видео, где подробно об этой экскурсии. Ну да, можно посмотреть. Каждый день, конечно, смотреть не будешь. Но вот так вот разок приехать, посмотреть, да, весело, интересно. Утром надо было сдать ключи, позавтракать. И в 7.00 примерно в 50.00 мы отправились уже на спидботе на остров Джеймса Бонда. После его осмотра мы покатались на каное. Кстати, классное катание на каное было. Мне очень понравилось. Там примерно минут 20. Далее нас ждал обед в деревне Цыган. Это был самый шикарный обед, который я вообще видел на экскурсиях. У меня были ещё другие экскурсии. Поэтому я знаю, о чём я говорю. Неограниченное количество еды, сколько угодно. Просто наелся до отвала. В завершении было посещение острова Ранкияй. Где нам дали времени примерно полтора часа. Можно было сходить по Пальмовой рощи. Просто виды шикарные. Фото делать именно надо там. Этот остров стоит посетить ради Пальмовой рощи. И фото, которое можно там сделать. А сейчас расскажу плюсы и минусы экскурсии. Четыре в одном. От Джеймса Бонда, Краби и Пи-Пи. Начну, наверное, с плюсов. Плюсов, наверное, скорее всего больше. Потому что эта экскурсия очень насыщенная. Там постоянно перемещаешься. Много впечатлений. Очень много разных мест. Разные острова. Прям такая насыщенная сама экскурсия. Нужно брать, естественно, двухдневную. Плюс этой экскурсии то, что много посещаете различных мест. Кормят хорошо. И русский гид присутствует. Минусы. В некоторых местах не хватает времени, чтобы сделать фото. И немножко отдохнуть. Много времени приходится ехать на лодке, перемещаться. Если у кого-то проблемы с тем, что вас укачивает, то такая экскурсия вам не подойдет. С детьми на этой экскурсии очень тяжело. То есть лучше на этой экскурсии вообще не брать. Я был на этой экскурсии. Погода была хорошая. Волн не было. Соответственно, лодка не так качала. Но если упадет в не очень хорошую погоду, то перемещение спидбота будет не очень комфортным. Он, кстати, будет прыгать, скакать на этих волнах. Рыбок на этой экскурсии я не увидел. Сам пляж Майя Бэй закрыт. То есть там стоят буйки. Нельзя к ним подплыть. Это все минусы. Это все минусы. На Майя Бэй не было солнца. Соответственно, снорклинг мне удался. Рыбок и дно практически видно не было. Поэтому не хватало солнца. Вспомнил еще один минус. У меня была проблема с горячей водой. Я там был со постоянно холодной водой. Это были основные плюсы и минусы, которые я вспомнил. Остальные, скорее всего, это мелочи, о которых можно даже и не вспоминать. Чтобы увидеть эту двудневную экскурсию, вам нужно просто перейти в описании. И там есть две ссылки на первый и второй день экскурсии. Но общая программа, вот эта экскурсия двудневная, она настолько насыщена. Так много мест мы посещаем. Они все такие разные. Но кто не готов вообще плавать и находиться там постоянно от тряски. Так вот. Конечно, там гид ходил с черным пакетиком. Детей сразу прям. Они все используют черный пакетик. По назначению причем. Вот. А так все нормально было. Вот. В отдельных видео вы посмотрите всю эту экскурсию. Посмотрите в деталях, как это на самом деле было. Это просто был отзыв, мои впечатления, которые я получил, эмоции с этой экскурсии. И вот как есть, так и говорю. Прям самые-самые такие прям моменты, которые запомнились мне. Ну, может быть, там что-то еще я в видео проговаривал, когда был на экскурсии. Какие-то еще мелкие замечания. Но вот эти, прямо вот эти, что я сейчас вам сказал, это прям очень отложилось. Многие говорят, о, солнце светит. Плохо. На самом деле, почему плохо солнце светит? Фотографии, видео, получается качественные. На них все фотки сочные. Кому-то солнце мешало. Мне оно не мешало. Да, было жарко, но фотографии и видео получались настолько сочными, просто приятно сейчас их смотреть. Ну все, пока-пока. Завтра я утром в 5.15 выезжаю на Симиланы. Сейчас поподробнее посмотрю, что там будет в программе. И все. Ждите. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok